Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами опять встречаемся все вместе. Вместе со мной кандидат искусствоведческих наук Дарья Владимировна Осипова. И наш рассказ неуклонно приближается к трагической развязке затянувшейся Троянской войны. Почему мы назвали нашу сегодняшнюю передачу «Потроплия»? Ну, наверное, потому что всё, о чём мы сегодня с вами будем говорить, так или иначе будет связано с подвигами и гибелью Потропла, побратима Ахилла, что, собственно, его смерть как бы и вызвала резкое решение всех вопросов. Но ещё до этого, до того, как Потропл практически своим собственным решением вступил в битву, произошло следующее. Глава Ахиян, царь Агамемнон, решил собрать совет мужей и решить, что же делать ввиду неуклонно приближающейся гибели. Собственно, на этом мы с вами и остановились в предыдущей передаче. С этого, наверное, и продолжим сегодняшний рассказ. Итак, Агамемнон уже не знал, что делать, бежать или оставаться. Он же давно был не таким спесивом, как в самом начале Ильиады на первых страницах, где мог кричать в лицо Ахиллу, что ты самый ненавистнейший мне между царями. Нет, теперь царь Агамемнон печалью глубокую в сердце пронзённой к сонму вождей приглашал. По имени каждого мужа, тихо, без клича. Мужи советы сидели унылые. Царь Агамемнон встал, проливающий слёзы, как горный поток черноводный. Ну, пусть вас не смущает тот факт, что Агамемнон вдруг зарыдал. Дело в том, что даже ещё и герои средневековых рыцарских романов без стеснения плакали, бросались в объятия друг к другу и рыдали друг у друга на плече, обливаясь слезами. Это как-то совершенно не унижало достоинство воина. Поэтому Агамемнон плачет без зазрения совести. Он наконец-то понял, что Зевс ему обманул, понял обольщение Зевса и ясно представил, что предстоит ему в Аргас бесславным бежать, погубившему. Столько народа должно бежать. Нам не разрушить трое, говорит он своим соратникам. Те долго хранили молчание, молчание глубокое все сохраняли, долго сидели безмолвные, духом унылые. Но всё-таки прежде чем принять такое постыдное решение, как бегство, после девяти лет осады, почти десяти, они решили направить посольство к Ахиллу. И вот об этом нам поподробнее расскажет Дарья Владимировна. Итак, наконец, приняли решение идти к мужу храбрейшему, врате которого чествуют боги. Как бы его умолить, смягчивший лесному, сердце дарами и дружеской ласковой речью. С гореча понял Агамемнон. Стоит народа целого, смертно единого, которого Евс от сердца возлюбит. Невиданные награды обещает Ахиллесу он, царь, могущественнейшего во всей Греции государства Микен. И это несмотря на всю вскаредность своего сердца. Вину сам загладить хочу я и несметно выдать награды. Десять талантов золота, двадцать лоханий блестящих, семь треножников новых и двенадцать коней могучих, семь непорочных жен, рукодельниц искусных, и при них возвращу я и ту, что похитил, и при том величайшую клятву и клянусь я. Нет, не сходил я на одр, никогда не сближался я с снею, так, как мужам и женам свойственно средь человеков. Пусть он и медью, и златом корабль свой обильно наполнит, сам наблюдая, как будем делить мы добычу. Пусть из троянских жен изберет по желанию двадцать. Я тем его назову. Три у меня расцветают черри в дому. Приданная дам за невестой. Семь городов процветающих. Пусть примирится. Вот так обещал вознаградить Агамемнон Ахиллеса, которую вы сейчас видите на своих экранах. Это роспись краснофигурной греческой вазы. Кстати, отмечу, что это было действительно невиданное обещание. То есть Ахиллесу даже предлагали делить богатство разграбленной троей. В посольство к нему выбрали феникса, знавшего Ахиллеса с детства, хитроумного Одиссея, конечно, и могучего Аякса, друга героя. Мы уже говорили о нем в предыдущей передаче. И вот сначала, помолившись Зевсу, на руки дайте воды, сотворите святое молчание, посольство отправляется опять вдоль бушующего морского берега к этому человеку, который вы видите на экранах. Они очень переживали. Много им Нестор наказывал. Даже очами старец мигал, но особенно сыну Лаэрта. То есть даже подмигивал. Мол, ребята, не подведите. Но мужи пошли, много молясь. Еще бы много не молиться, потому что отказ Ахилла грозил всем практически неминуемой гибели. Героя они нашли у его палатки. Он играл на лире. Пока вот там другие погибали, он услаждал свой слух, пышный, изящно украшенный лирой, воспевая славу героев. Слушал потрог. Потрокал. Увидев смущенных послов, Ахилл изумленный воспрянул, встречи им руки простер. И вот, обрадованные сердечным приемом, послы воспрянули духом, и тогда решили высказать ему свою просьбу. Друг, гордый душу обуздывай, кротость любезная лучше, смехтися, гнев отложи сокрушительной сердцу, пожалей о других теохейцах. Сейчас я покажу слайд. Это, если не ошибаюсь, работа Делакруа. Как раз она изображает посольство к Ахиллу? Итак, перед вами работа Фердинанда Виктора Эжена Делакруа. Это выдающийся французский живописец начала XIX века. Он много обращался к героическим темам и к античным сюжетам. Хотя самая его знаменитая работа это «Свобода на баррикадах Парижа», между прочим, «Свобода» там изображена именно в афрегийской шапочке, которую носили и троянцы. Но мы с вами уже говорили об этом. А вообще искусство Делакруа было романтическим и представляло собой противоположность работам мастеров старшего поколения, например, школы Давида, чьи работы мы часто тоже смотрим в наших с вами передачах. А вот увлечение французских художников восточными сюжетами после египетского похода Наполеона, а также начавшаяся освободительная война греков против владычества Турции нашла свое отражение в работах Делакруа. Ну а сейчас перед вами работа посольства к Ахиллу. Но, правда, большинство полотен этого автора, конечно же, находится в Лувре. Да. Ну и послушаем, что же ответил им Ахилл. Однако, в ответ Ахилл, пыша грозою, резко ответил. Перестаньте вашим жужжанием скучать мне. Ваш царь ненавистил мне, как врата ненавистного ада. Нет, херца во мне не смягчите. И какая тому благодарность, кто беспрестанно, безустально бился на битвах с врагами. Равная доля у вас и нерадивцу Ильяному в битве, та же единая честь воздается и робким, и храбрым. Все здесь равно умирает бездельник и взделавший много. Сколько по трое ночей проводил я бессонных, сколько дней кровавых, насечек жестоких я кончил. Пока меж аргивцами я подвязался, Гектор от стен далеко бой не отважился начинать. Но целы награды у всех. У меня ж одного из Данаев отнял царь сладострастный. Я брехиду любил, несмотря что оружием добыл. Чери его не возьму. Можно все приобресть. Души лишь назад. Возвратить невозможно. Души не стяжаешь. Вновь не ловишь ее, как однажды из уст улетела. Вот я хотела бы, наверное, прокомментировать последние строки, неожиданно лиричные в устах Ахилла. Дело в том, что, зная о своем двояком жребии короткая жизнь и бессмертная слава, или, наоборот, долгая жизнь и забвение, это, кстати, тоже было возможно, Ахилл начинает склоняться к последнему. Он мечтает уехать, жениться, мечтает о тихом семейном очаге, но это ему было не дано. Однако в его ответе, к сожалению, послы как бы не уловили оскорбление, оскорбленную душу, а опять-таки увидели только гнев из одной отнятой женщины, уже на сей раз бресиды. Поэтому потрясенные они сначала молчание долгое все сохраняли, речи его пораженные. Грозно ее говорил он. Тогда Телемонид Великий поднялся. Давайте мы посмотрим следующий слайд. Он изображает Ахилла, который вот так гордо отвернулся от послов. И ему Телемонид говорит, «Дикую в сердце тебе, боги, вложили, за предел выходящую гордость, смертной суровой, в ничто поставляет и дружбу он ближних, смертный с душой и бесчувственный, мерзностный гнев положили бессмертные ради единой девы, облеки милосердием душу». Но непреклонным и жестоким встает в этой главе Ахилл. Грекам, правда, тогда еще достаточно чуждо было такое понятие, как милосердие. Хотя немилосердие Ахилла поразило даже пришедшие к нему послами ахейских героев. Смерть соотечественников не трогала его оскорбленное сердце. И Ахилл выполнил свое обещание до конца. Он не вступил в бой, покуда не оттеснили ахейцев от своих кораблей. Покуда не загорелись греческие корабли у него под боком. Но было поздно. Погиб лучше его друг. Патрокол. А сейчас я хотела бы на следующем слайде показать еще одного его друга. Аякса, который вот сейчас так только что возмущался нашими устами на немилосердие Ахиллеса. Это роспись греческой вазы на тему, опять-таки, излюбленной игры в кости между двумя героями. И между ними стоит Афина, которая неизменно покровительствовала грекам. Но, несмотря на всю свою дружбу, Ахиллес не смог перебороть свою обиду, свою гордыню и ответил «Сердце мое раздымается гневом. Лишь вспомню о том я, как обесчестил меня при целом народом ахейским царь Агамемна, вечным бесстыдством покрытый. Он хоть и наглый, как пес, но в лицо мне смотреть не посмеет. Я не помыслил о битве кровавой прежде, пока божественный гектор к сеним уже и широким судам не придет мермидонским, пока не зажжет кораблей, ратья Ахеин разбив». Ну, это вот то, что вы говорили, да? То есть, пока не зажжет кораблей, пока не наступит самый критический момент, я в бой не вступлю. Ну, собственно, вот после такого жестокого отказа, когда действительно пробились кораблям и начали сжечь корабли троянцы, в действие сюжета в бой вступает тот самый человек, именем которого названа сегодняшняя наша передача «Патрокол». Ну, давайте о нем вам расскажет немножко Дарья Владимировна. Немного о Патроколе. Его подвигам и гибелям посвящена просто огромная 16-я глава, или Ады она так и носит название, «Патроколе». Дело в том, что вмешательство в бой возницы Ахилла и его смерть круто изменило ход событий, которые приняли критический оборот и привели уже достаточно скорому окончанию затянувшейся войны. Патрокол – сын одного из органавтов, по происхождению местный фессалитский герой, по братьям Ахиллы, его верной возничьей, чье искусство управления колесницей и владения копьем было общеизвестным. Его присутствие Патрое объяснялось главным образом дружбы с Ахиллом, против мнения которого он не выступал до тех пор, пока положение не стало критическим и не загорелись греческие корабли возле лагеря фессалитца. Тогда, упрекая героя, Патрокол выпросил на него разрешение сражаться в сияющих доспехах героя во главе его же ополчения. На колеснице Ахиллы, запряженной бессмертными конями, он опрокинул троянцев, сразил даже самого героя Сарпидона, но, увлеченный боем, забыл завет друга и преследовал противника далеко, до самых стен Трои. Там он и был убит Гектором. По одному из вариантов мифа, Патроколу было даровано бессмертие, и он перенесся на острова Блаженных Левка, то есть в рай, куда после своей смерти тоже попал и Ахиллес. Ну вот сейчас вы посмотрели слайд, это роспись очень известной вазы. Ахилл перевязывает рану Патроколу. Я даже сейчас покажу вам ее цветной вариант. Она очень человечная. Посмотрите, Патрокол как бы отвернулся, не может смотреть на свою рану. Ему больно и страшно, так же, как и бывает нам иногда, да? Когда мы палец порежем или возле зубоврачебного кабинета. И, кстати, вот обратите внимание, видимо, воины в полубое сами оказывали себе первую помощь, хотя, в общем-то, Гомер и описывает о тех знахарях, которые с помощью трав в полубое также лечили героев, но, в частности, вот видите, иногда помощь оказывал тот, кто был рядом. Итак, перед вами очень знаменитая роспись, которая рассказывает о необыкновенной, большой и трогательной дружбе Ахилла и Патрокла. И вот Патрокол первый потерял терпение, увидев, что враги прорвались, и приходит к Ахиллу, пытаясь уже самостоятельно, ну, как бы, если не к милосердию его призвать, то хотя бы укорить его совесть. Потому что картина вокруг была ужасная. Ахейцы бегут, и бегущих преследуют с тыла гордые воины Трои. Разбит от вердыни Ахеин, всюду смятение, убийство и вопли раздаются до неба. Уж бой при кормах корабельных пылает. И вот тогда, поддавшись малодушию, Агамемнон опять пытается спустить наводы корабли и бежать. Но в этот раз он опять-таки остановлен над Диссеем, который понимает, что в панике это явная смерть. И вот совсем рядом с этой катастрофой стояли палатки, или, как мы уже с вами знаем, принято говорить, куща Мермедонин. А Мермедонини видели все и горели боем. Они тоже роптали, упрекали своего царя, но не смели пойти против воли Ахиллеса. «Лютый пилит», — говорили, «от матери желчью ты вскормлен, бесчеловечный, друзей пред судами насильственно держишь». Но я вам напомню, что Мермедонини — это очень суровые люди суровых северных горных районов Греции. Они всегда сражались до конца, но вот тем не менее не смели выступить против Ахиллеса, и к нему с упреками и слезами и слезами опять-таки пришел только Патрокол. Далее Ахилл опять-таки очень спокойно и практически равнодушно говорит ему, «А что ты расплакался, друг Метенит, как дева-младенец? Может быть, ты об Ахейнах тушишь, что так злополучно подле своих кораблей погибают?» Величайшее горе постигал Ахейн. Вот слушайтесь, Ахиллес говорит так спокойно, словно уже не отождествляет себя с теми людьми, с которыми он сражался так долго бок о бок. В ужасе Патрокол ему отвечает, «Немилосердный, синее море, угрюмые скалы миру тебя породили сурового сердцем. В бой отпусти ты меня и верь мне своих Мермидониан. Дай ромина облачить мне твоим оружием славным. Может быть, в брани меня за тебя принимает раяний бой прекратят?» Так он просил неразумный, увы, не предвидел, что сам для себя он выпрашивал страшную смерть и погибель. Но на просьбы друга побратима, наконец-то, Ахилл склонился и отвечает, «Соглашаюсь, моим облекись оружием пышным, будь воеводы моих Мермидонин, пылающих боем, вижу, прибитые к морю держатся только при бреге, на узком последнем пространстве рати Ахеин. На них же обрушилась целая троя дерзкая, в поле не видит чела Ахиллесова шлема. Патрокол, «Отрази от судов истребления, храбро ударь, но без меня не дерзай поражать совершенно храбрых троян, полков не веди к Элеону, Аполлон беспредельно их любит, спять возвратись и ко мне, кораблям даровавши спасение». Вот, то есть, Ахиллом было как бы поставлено такое достаточно жесткое условие, что далеко в бою зарываться не нужно. Но, тем не менее, Патрокол, облепшись в доспехе героя, как бы вызвал огонь на себя. Вот в связи с этим я, кстати, хочу вспомнить еще такой вполне реальный эпизод уже из нашей истории. Все вы, конечно, знаете Куликовскую битву и Куликововское поле, но в одежде Дмитрия Донского в этом страшнейшем сражении оделся его ближайший друг, между прочим, литовец по происхождению. Литовцы тогда были православные люди, они только потом приняли католичество. И, кстати, многие, не желая смириться с изменением веры, перешли границу и ушли под руку московского князя. И вот среди таких был воевода Боброк Волынский. Он и одел на себя доспехи Дмитрия Донского. Ну, вот, кстати, над этим фактом историки много задумываются и по-разному это оценивают. Одни говорят, да, конечно, Дмитрий должен был сохранить себя в битве, а другие говорят, но ведь он знал, что его воевода и друг будет изрублен на куски. Кстати, так и случилось. Боброка изрубили на куски, но, правда, и Дмитрию тоже досталось. Он был много раз ранен и в кучу груди мертвых тел, ведь его опознали только по княжеским сапушкам из красной софьяновой меди, он их не переодел. Так что вот здесь случилась, видите, почти такая же история. Патрокол одел блистающие доспехи Ахилла, их все знали визуально, и поэтому, естественно, он как бы почти обрекал себя на гибель. Правда, была одна такая зацепка, Ахиллу уж слишком боялись, и, наверное, бы к Патроколу никто особенно близко не подошел. Но в этот момент трояне наконец зажигают корабли ахейцев. Пал на суда Аргивян истребительный пламень, с быстротой разлилось и свирепое пламя, в гневе по бедрам ударил себя Ахиллес, поспеши-ка, не борец мой славный, если возьмут корабли, не останется нам ухода, друг, вооружайся быстрей, а я соберу ополчение. Здесь мы давайте вспомним такое крылатое выражение, как «жечь корабли». Да, вот говорят, все, уйти и сжечь корабли. Ну, иногда еще говорят «жечь мосты». Да. А ныне оно обозначает сделать решительный шаг, после которого уже нет возможности возвратиться к прежнему. Для ахейцев вот в тот момент боя это означало действительно отрезать все пути возвращения на родину. «Без кораблей» возвращения на родину у ахейцев не было. Вообще, само выражение восходит, скорее всего, к книге Плутарха, это выдающийся древнегреческий историк первого века до нашей эры. И в одной из своих книг, например, о добродетели женщин, в главе Троянки он даже описывает вряд ли исторически достоверный факт, что однажды троянские женщины остановили бегство своих мужчин тем, что подожгли свои же корабли. Впрочем, это знаменитое выражение «жечь корабли» связывает и со многими событиями и римской истории, и даже завоеванием Мексики. Например, Кортес действительно сжег корабли на глазах у своей армии, тем самым тоже отрезав пути к скорейшему возвращению на родину. И вот Мексику оставалось только завоевать, что и было сделано. Но вот под Троей во время надвигающейся катастрофы, когда действительно не в фигуральном, а в прямом смысле слова «жгли корабли» в бой вступили мирмедонини. Как я уже сказала, жители горных суровых районов Эллады, их еще фессалитцами иногда называли. Мирмедонин в переводе значит «муравей». Я вам напомню, что по легенде род этих людей происходит от смертной женщины, местной царицы и Зевса, который приходил к ней на любовные ложи в виде муравья. Ну, то есть, я правда не очень это себе представляю, но тем не менее от муравья Зевса родился род таких людей-муравьев, которые были самыми несгибаемыми воинами. Их, собственно, и возглавлял Ахиллес. Я вам напомню, что мирмедонин со временем тоже, кстати, стал крылатым выражением, так же, как «изжечь корабли», только это нарицательное слово уже означало «воин неотступный, неотступающий, сражающийся по приказу до конца, до самой верной гибели». И вот этих мирмедонин готовых ринуться в бой, когда рядом горят заживо их товарищи, очень страшно описывает Гомер на самом деле. «Подобно как волки, хищные звери, у коих в сердцах беспредельная дерзость, кои оленя рогатого зверски терзают, у всех обогроблены кровью пасти, рыгаются кровь поглощенную, в персих их бьется неукротимое сердце». Вот видите, воины почти сокровавлены мертами от ярости, они стоят и готовы ринуться в бой. Так шишаки и щиты минобляшные сомкнуты были, щит со щитом, шишак с шишаком, человек с человеком плотно сходился, касались светлыми бляхами шлемы, так мирмедонин густо сомкнулись ряды. Ну и неудивительно, что троянцы их испугались, да? Да. И далее перед нами разворачивается страшная картина бегства троян под бешеным натиском беспощадных мирмедонин. Трое сыны лишь узрели, дрогнуло сердце у всех, всколебались густые фаланги мысли, что праздный датолия ахилл быстроногий, гнев свой от сердца отримел. прах крутился столбом, растелались по полюкони, упадали стремглав под колеса мужи со своих колесниц и валясь колесницы гремели. Секундочку, я хотела бы показать следующий слайд, если можно. Нет, там будет у нас просто дальше шумерская фаланга, но, наверное, я ее просто прокомментирую. Я просто забегаю заранее вперед, хочу сказать, что сегодня мы подобрали на слайдах разные способы построения фаланг. Напомню, того способа ведения боя, которым обычно пользовались греки. Там бывало и греческая фаланга, и македонская. Но вот мы с Дарьей Владимировичем посмотрели, между прочим, нашли, что фаланга была еще у шумеров. Мне иногда немножко обидно, когда говорят, вот греки дали миру театр. На самом деле, театр, если не ошибаюсь, был еще в Египте, правильно? Все эти мистерии, посвященные богам, это тоже театральные постановки. Поэтому мы с вами вот говорили отдельно о вооружении, о фалангах, но вот мы нашли, кстати, шумерскую фалангу. Я думаю, что когда Дарья Владимировна будет рассказывать о смерти знаменитого союзника Троян, царя Сарпидона, я просто вам ее покажу, но сейчас это чуть попозже. Итак, вот это бегство смог остановить только царь Сарпидона. Сарпидон, это ликийский царь, союзник Трои, останавливает отступление, которое превратилось на каком-то этапе даже просто в паническое бегство. Сарпидон это сын Евса и смертной женщины Лаадамии. Ликийский царь и герой Троянской войны доблестно сражался за Трою, но был убит Патроклом, причем бой за тело мертвого Сарпидона и горе его отца Евса очень впечатляющее место в поэме. А мотив переноса тела мертвого Сарпидона Гиптосом и Тонатом, богами-братьями, сна и смерти был очень распространен в античном искусстве и в период Серебряного века. И так Сарпидон и Патрокол сошлись, словно два коршуна с клевым покляпом, с кривыми когтями. Взволнованно следил Зев за участью своего сына, но спасти его вопреки судьбе не позволила Гера. Многие ратуют здесь из чада бессмертных. И только в знак безмерной печали росу кровавую с неба Зевс послал на Троянскую землю. Ну вот сейчас, кстати, перед вами так называемая шумерская фаланга. Но просто дай вам напомню, что шумеры это жители двуречия, о которых мы с вами говорили в наших первых лекциях. Но вот здесь просто очень хорошо видно, помните, как я вам читала, шишак с шишаком, щит со щитом, человек с человеком. Вот так смыкалась фаланга и представляла собой почти непробиваемый строй воинов. Но, тем не менее, иногда в этом строе выделялся человек, если он искал конкретно кого-то в ходе боя, и уже пытался убить, как говорит Гомер, уметить только его. И вот бой Патрокла из Сарпидона. И не праздно копье из рук Патрокла излетело, в грудь угодил, где лежит оболочка твердого сердца. Пал во его далекийский, как падает дуб или тополь. Так Сарпидон пред своей колесницей лежал распростертый, скрипом зубов, раздирая перстами кровавую землю. Патрокл, наступивший питою на Персии, вырвал копье, и за ним повлеклась оболочка от сердца. Вместе и жизнь, и копье из него победитель исторгнул. Давайте посмотрим на следующий слайд. Он как раз изображает смерть Сарпидона. Это прорезь одной из греческих ваз. Увидев смерть своего друга и союзника, скричал Гектор за смерть Сарпидонову гневный. Воин храбрейший погиб, не помог громовержице сыну. Встаньте, о, други, наполнимся пламенной местью, не позволим оружий совлечь и над мертвым ругаться. Трое оплотом, хотя иноземец он был. А вот на следующем слайде и еще на одном мы с вами увидим изображение с греческих ваз, которые, как вам и говорила Дарья Вадимировна, очень часто изображали смерть Сарпидона после того, как ему помог Аполлон. Дело в том, что над телом Сарпидона разгорелась страшная битва за его доспехи. Мы с вами уже говорили, что это было не мародерством, а знаком силы победителя. И вот в этой страшной рукопашной битве уже мертвого Сарпидона никто более не мог бы узнать. И стрелами, и прахом весь с головы и до ног совершенно был он изметы. Битва при нем беспрестанно кипела. Но Аполлон по воле Зевса похитил обезображенное тело его сына, омыл в чистейших водах, умастил благовониями и два бога, о которых мы с вами говорили в наших предыдущих передачах, два брата, бог сна и смерти, гипнос и тонатос перенесли на родину в Ликею для почетного захоронения Сарпидона. Вот сейчас на следующем слайде мы и посмотрим еще одну вазу на эту тему. Перенесение тела Сарпидона. Это был очень излюбленный действительно сюжет. И вот еще фрагмент. вы видите, Сарпидон лежит на земле, а над ним с крыльями бог смерти Тонатос, голову которого украшает очень типичный шлем того времени. Вот примерно такие шлемы с прорезями для глаз носили греческие воины. Но, напомню, за смерть своего друга в бой бросился Гектор. И я думаю, что вот об этом следующем поединке в этот страшный день вам расскажет Дарья Владимировна. Итак, снова возвращаемся к бою. В пылу такого боя ободренной победой над сильнейшим героем Трои Сарпидоном сыном Евса Патрокол, забыв наказы Ахиллеса, продолжает преследовать противника до самых крепостных стен, не замечая, что сражается уже самим Аполлоном. Трижды взбегал он на высокую стену дерзко отважный, и трижды его отражал стреловержец дланью своею бессмертной, блистательный щит ударяя. Потом же там Межахейн страшную смуту воздвигнул и Трояном и Гектором славу даруя. Гектор Ахейн других оставляя, никого не сражал, он на Патрокло летел. Давайте на минуточку остановимся. У меня есть очень хороший греческую пехоту. А вот здесь, на следующем слайде, я просто хочу показать, я думаю, без комментариев всем хорошо знакомую скульптуру. На фронтоне Большого театра квадрига. Дать минуточку, может быть, угадает. Кстати, квадрига, это значит от латинского квадро 4, да? Посмотрите, вот как летел Гектор. Ну, правда, это Аполлон, это, естественно, Аполлон с нашего всем хорошо знакомого Большого театра, но вот именно так ехал когда-то и сам Патрокол в виде возничего. Правда, если шел бой, иногда за скобу повозки или даже за пояс зацепляли вожжи. Но вообще я вам хочу сказать, что, видимо, греки были очень сильными мужчинами, потому что управлять четверкой, да? Вот мы иногда говорим, вот русская лихая тройка, а четверкой коней, представляете? И вот, собственно, почему я показываю этот слайд, с одной стороны, мы сейчас посмотрим на Аполлона, который и погубит Патрокла, взорвавшегося, как вы уже сказали, а с другой стороны, вот представим, что именно так на Патрокла, воодушевляемый Аполлоном, летел Гектор для того, чтобы отомстить за смерть своего друга. Но, правда, у Гектора был Возница, Возница, сводный брат, который первым и пал. Итак, Патрокол поразил камнем возничего, сводного брата Гектора, прямо в голову. Брови сорвала громада, кость раздробила, кровавые очи на пыльную землю пали к его же ногам, и жизнь оставила кости. Горько над ним, издеваясь, воскликнул Патрокол, канеборец, удивительно быстро ныряет, многих бы мог удовольствовать устриц и ща. Есть, как я вижу теперь, и межхрабрых троян водолазы. Ну, я думаю, что вообще это очень страшная картина, если себе представить, что камнем заехали так по голове человека, что у него глаза вывались, и после этого Патрокол еще и издевается, да, говорит, о, посмотрите, какой водолаз, как он здорово ныряет. Конечно, это просто потрясло Гектора, и он, забыв все правила боя, о которых мы с вами говорили в предыдущих передачах, набрасывается на Патрокола, и они уже дерутся просто как зверик, за голову, за ногу схватив друг друга. Как пишет Гомер, трои сыны и Данай смешались в страшную сечу. И вот в этой страшной сече наступил конец бытия Патрокола. Тут, у Патрокол, бытия твоего наступила кончина. Против тебя Аполлон по побоищу шествовал быстро, страшен грозой. Не познал ты Бога, идущего в сонмах, мраком одеянный, великим. Я еще раз напомню, часто как облаком невидимкой покрывались боги, а в сонмах это значит сборище людей. И вот в этой рукопашной схватке невидимым идет Аполлон, но, может быть, его можно было почувствовать грозное присутствие. Однако Патрокол так увлекся боем, что не познал Бога, идущего в сонмах, мраком великим одеянный. Аполлон встал позади и ударил в хребет, и широкие плечи мощной рукой. И стемнев закружились очи Патрокола, шлем с головы его сбил Аполлон, быстро по праху катясь, зазвучал под копытами коней, осквернились волосы пышного гребня, черного кровью и прахом. Вся у Патрокола в руках раздробилась огромная пика. С плеч у героя щит, до пят досягавшей, с ремнем повалился на землю. Смута на душу нашла, и над члены могучей томности. Стал он как бы обаянный. Вот видите, как подробно описывает состояние человека в бою Гомер. Вероятно, надо так понимать, что у него сотрясение какое-то произошло, он впал в какую-то такую прострацию, и Патрокола какие-то соседи уже пытаются слегка ударить копьем, но он вот шатаясь уходит из боя, еще пытаясь спастись, однако этого ему не дает сделать Гектор. Гектор, едва усмотрев Минитида, сбои идущего спять, пораженного острую метью, прянул к нему сквозь ряды и копьем упредивши, ударил в пах под живот. Глубоко во внутренность медь погрузилась. И стоя над умирающим Патроклом, Гектор сказал, глядя ему в лицо, верно Патрокло уповал ты, что трою нашу разрушишь, наших супруг запленишь. Нет, безрассудный, дышащий томно ему отвечал, боги меня победили, им-то легко, от меня и доспехи похитили боги, но жизнь и тебе остается недолгая, близко стоит пред тобой и смерть, и суровая участь. Гектор медную пику из мертвого тела вырвал, питою нажав, его опрокинуло на вснече. Ну, я вот тут хочу, знаете, вспомнить, немножко касаясь актерского мастерства, как-то я читала о знаменитом актере Николай Черкасове, который и в фильме, и в спектакле «Все остается людям» потрясающе играл смерть. И вообще, скажем, вот, если задуматься, что для актера труднее всего изобразить и важнее всего уметь для него играть. Это, кстати, не ярость, не сцена любви, как сейчас принято, а именно смерть. Так же, как, собственно, для художника, если мы с вами вспомним, помните, Дарья Владимировна, руки в карман, ноги в траву, да? То есть, как вот можно узнать, что художник не очень хорошо владеет кистью? Он у своей модели или у человека, которого он изображает, он руки в карманы засунет, а ноги закроет травой. Поэтому есть такое выражение «руки в карман, ноги в траву». Значит, вот руки и ноги писать, на самом деле, наиболее сложно. Так же, как вот и играть смерть тоже очень тяжело. Вот Черкасову, например, это удавалось великолепно. И, между прочим, вот когда в каком-то литературном произведении автор описывает смерть героя, по одному этому описанию можно определить, как он к герой относится. Вот я помню, в нашей школе учили. Посмотрите, как тщательно описана смерть Балконского. Вот он так долго умирает. Или, предположим, смерть Элен или ее брата в войне и мире. Там вообще одна строчка. То есть, толстой считает, что о этих людях там, они недостойны того, чтобы долго говорить об их смерти. И я просто почему-то сейчас вспомнила об этом, потому что в данном случае смерть Патрукла описана так очень подробно, в отличие от других. Прямо, можно сказать, почти по минутам, по секундам. Конечно, наверное, Гомер сочувствовал этому человеку, хотя в ходе последнего боя он проявил невиданную жестокость. Ну, а вообще отношение греков к смерти, вот давайте посмотрим следующий слайд. Может быть, можно прочитать вот на этой надгробной стеле. она называется «Два всадника». Один-то всадник на самом деле уже мертвый, а второй это его друг живой, который пришел проститься вместе с любимым конем умершего. посмотрите, здесь вот нет никакого-то ярко выраженного отчаяния, например, на египетских саркофагах это обычно какие-то, помните, да, Дарья Владимировна, закинутые руки, плакающиеся, да, плакающиеся бесконечные выражения отчаяния, просто горе, разодранные одежды. Вот здесь все-таки, посмотрите, как бы, ну, как сказать, это не смирение, а величие, да, величие смерти, спокойствие. Ну, не то, чтобы греки спокойно к этому относились, всем хочется жить, но они это воспринимали как неизбежную данность. Человек должен готовиться к смерти, вот, мне кажется, что современные люди это не всегда правильно понимают, да, готовиться к смерти это не значит отрести от всего, наоборот, прожить жизнь так, чтобы не было стыдно за бесцельно прошлые годы, вот, и чтобы потом вот так достойно эту смерть спокойно можно было встретить. Ну, а смерть Патрокла, на которой мы с вами заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, как бы анонсируя нашу следующую, я хочу сказать, вызвала, тем не менее, настоящее потрясение в душе Ахилла, потому что получилось так, что он сам его на смерть послал, отдав свои доспехи, и не переступив через свою гордыню, гордыню даже, не гордость, о гордыню, он не смог вот, как бы, найти тут равновесие между своей обидой, да, и общим делом. И боги, наверное, наказали его тем, что отняли у него самое дорогое, друга. Ахилл не смог вот так спокойно, как на этом надгробе знаменитом, отнестись к смерти Патрокла, и впадает в дикую ярость, круша всех без разбора. И в конце концов и погибает сам, да? Да. погибает сам, и уже все его мечты о тихом семейном очаге становятся нереальностью. В общем-то, мы с вами приблизились к последним страницам троянской эпопеи, и в следующей передаче мы поговорим о смерти Ахиллеса и о падении... Сначала о смерти Гектора, потом о смерти Ахиллеса, ну и уже, конечно, о падении Трои, как заключительный этап. Да, я забыла, потому что сначала главная задача у Ахилла была отомстить убийцы своего побратима. Вот. Кстати, смерть Гектора, еще раз повторяю, это один из самых страшных, потрясающих моментов в Ильяде, но над ней стоит задуматься опять-таки с философской точки зрения. Недаром именно этот сюжет привлекал внимание очень многих художников, и мы постараемся к нашей следующей передаче подобрать самые разные живописные произведения на эту тему. Ну а сейчас, я думаю, мы попрощаемся, да? До новых встреч. До свидания. Спасибо.